Всем привет, добро пожаловать на мой YouTube канал, и сегодня вместе с вами я буду делать себе укладку на новенький фен-стайлер от Dyson. И вот так вот он выглядит в коробочке. И это фен-выпрямитель Dyson Air Straight, который не вредит волосам так, как это делает плойка. То есть чем он отличается от плойки? Он не просто выпрямляет сухие волосы, а он сушит, выпрямляя мокрые волосы. Ну и конечно же сушит он по специально разработанной технологии от Dyson, которая не оказывает такого негативного воздействия, как это делают другие продукты. Ну и конечно же, как мы любим, красивейший, потрясающий дизайн. И давайте вместе с вами сейчас мы его распакуем. На самом деле я уже делала распаковку, показывала это в Телеграме, в Инстаграме, и возможно уже даже выложила в шортс. Но все-таки почему бы не распаковать это все на видео еще раз, чтобы показать это вам. Снимаем вот эту вот беленькую часть, и под ней у нас вот что. Эта коробочка открывается очень тяжело, поэтому я не уверена, что мне получится сделать это на камеру. Скорее всего придется сделать это за кадром. В общем она прям такая плотная. Давайте я расскажу вам про Dyson, где я его заказывала, за сколько. Он у меня обошелся 47 тысяч рублей, и эта цена намного выгоднее, чем на зоне. Та-дам! Ну конечно, блин, по-другому мне просто не могло быть. На зоне он стоит 67, 77, в общем по-разному. Я делала заказ в SDEC Shopping, это не реклама, просто там самая оптимальная, самая выгодная цена. Привезли его, конечно же, из Китая, по-моему даже из Гонконга, за чуть больше, чем месяц. Примерно за месяц и одну неделю, если быть точнее. Ну давайте все-таки продолжим его распаковывать. Здесь под картонкой у нас скрылся провод. Вот такой вот огромный блок. Он прям очень большой, вот, в сравнении с моим лицом. 220-240 вольт. Здесь две кнопки, подписанные на китайском. А, это, я так понимаю, предохранитель. В общем, я так поняла, если выбивает вот эту серую штучку, то нужно на нее нажать. В общем, если у меня хорошо с логикой, то, как тут пишут, вот такое положение, это нормальное. Если желтое уходит вглубь, нужно нажать на серую, и после этого уже только можно воспользоваться. Розетка тут, конечно же, не стандартная, а китайская. Благо, у меня есть переходник. Как раз через этот переходник я заряжаю камеру, на которую сейчас снимаю. И вот так вот у нас выглядит сам фен-выпрямитель. На что можно обратить здесь внимание? Во-первых, здесь есть кнопка, которую мы тянем вниз, и открывается вот таким образом фен. Когда фен приоткрылся, мы можем увидеть окошко. Включаем фен, и у нас появляются вот такие вот индикаторы, которые мы можем изменить, отрегулировать, в зависимости от того, какой эффект, какую температуру мы хотим настроить. И когда мы сушим волосы, мы просто вот так вот, хоп, как плойкой зажимаем. Ну и дальше я уже вам покажу наглядно. Далее давайте посмотрим, что есть еще в коробке. Вот это я уже не доставала. Но здесь, скорее всего, инструкция, которую, естественно, никто не считает. Да, и здесь несколько памяток. Первая это даже, скорее, не памятка, а какая-то брошюра. Здесь еще есть QR-код. Зарегистрируй свою машину. Так, здесь, видимо, нужно зарегистрировать фен. Не знаю, зачем. Во второй памятке у нас все на китайском. Точно такое же изображение с предохранителем. И третья памятка, самая интересная. Во-первых, здесь написана миссия бренда Dyson. Наша миссия проста — решать проблемы, которые игнорируют другие. Вот такая вот простая миссия. И также такая вот простая инструкция, как использовать фен. Кстати, довольно полезная. Итак, а сейчас я отправляюсь помыть голову. Делать я это буду своими любимыми средствами. Шампунь и маска Traded Green с маслом She. Называется линейка Real She. И у нее просто какой-то невероятно потрясающий аромат. И давайте я к вам вернусь через одну секунду. Итак, мы помыли голову. И сейчас вместе с вами мы должны ее высушить и выпрямить. Кстати, вот это полотенце на голове я обычно не держу больше пяти минут. Иначе под ним начнется парниковый эффект. Все станет нагреваться. Еще и влажность. Это, в общем, может сказаться не очень хорошо для волос. Итак, сначала давайте я вам покажу продукты, которые буду использовать во время сушки и укладки. Чуть отступая от кожи головы, я нанесу вот этот продукт от T.G. Это крем для объема. На всю длину я нанесу термозащиту от Traded Green Real She. Для дополнительного объема спрей от бренда Capus. Он нужен конкретно для создания прикорневого объема. И в конце на кончике масло от Olin. Точнее, это Fluid Rekonstructor. Итак, давайте начнем. Для начала я расчешу волосы. Сделаю это аккуратно, но это необходимый этап. Хочу уточнить, что не всеми расческами можно расчесывать мокрые волосы. Нанесем немного продукта от Rated Green, буквально горошинку. Растираю хорошенько в руках и наношу по обе стороны. И вот таким вот образом я распределяю продукт. Как уже сказала, на корне, ближе к корням, я наношу вот это средство. Примерно такое количество. Тоже разотрем в ладошках. И вот сюда. Итак, мы вставляем наш переходник. Вставляем в розетку. Также в комплекте с Dyson идет вот такой силиконовый коврик. Еще раз прочешу волосы, чтобы их выпрямить и заодно распределить продукты нанесенные. И с этого момента далее видео будет озвучивать мой закадровый голос. Ставлю температуру 110 градусов. Также я пробовала сушить при температуре 140, но это для меня слишком горячо. И даже 110 иногда я сбавляю до 80 градусов. Первым делом, перед выпрямлением, я просушиваю корни и помогаю себе расческой для того, чтобы это было более эффективно. Для придания объема я ставлю расческу вот таким вот образом. И опять же просушиваю волосы. Продолжение следует... Далее разделяю волосы на две половины, верхнюю и нижнюю. Верхнюю я закалываю. Вот так вот смешно у меня это получилось. И нижнюю начинаю выпрямлять, вытягивая каждую прядь. Начинаю я их выпрямлять с самой задней пряди для того, чтобы потом сбрасывать их назад. Так они мне не мешаются. Одну прядь я могу вытянуть один, два и три раза до того момента, пока она полностью не высохнет. Потому что некоторые пряди, как например эта, слишком мокрые и приходится проходить действительно аж по три раза. Но в этом нет никакой проблемы, потому что это и недолго, и не сложно. Досушиваю волосы с одной стороны и приступаю ко второй. На второй стороне я также начинаю сзади и откидываю волосы тоже назад. Субтитры сделал DimaTorzok Еще раз прохожусь по местам, где волосы остались возможно влажными. И переключаю воздух на холодный. И также прохожусь по тем же самым волосам. Просто посмотрите, какой получается результат. Я в диком восторге. У меня волосы сами по себе никогда так не сохнут. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Все то же самое я проделываю с верхней частью волос. Температуру ставлю ту, которая мне больше всего комфортна, но все-таки стараюсь не выбирать самые высокие температуры, для того, чтобы бережнее относиться к волосам. Кстати, вот на этом кусочке видно, как у лица высохли мои волосы самостоятельно, без воздействия температуры и всего прочего. Мое самое любимое это проходиться холодным воздухом. На расстоянии 3-5 см от кожи головы я наношу спрей для прикорневого объема от капус, и также просушиваю таким же способом, как показывала вам в начале. На кончике я наношу тот самый флюид реконструктор, который я уже показывала вам, и его остатками я прохожусь по остальным волосам, отступая примерно 10 см от корней. И вот такой результат у нас с вами получился, мне очень нравится. Ну что, вот такая вот укладка у нас получилась, волосы идеально гладкие, у меня такого не выходило, мне кажется, даже с плойкой, чтобы они были настолько рассыпчатыми, гладкими. Конечно же, помимо всего прочего, они еще очень красиво блестят. В общем, каков итог? Мне очень понравилась новинка от Dyson, волосы прям невероятные, их приятно трогать, приятно смотреть на них, очень ухоженно выглядит, и мне нравится, что можно регулировать температуру. С Тайлером от Dyson я практически никогда не выпрямляла волосы, потому что они у меня все равно пушились, даже если я использовала для этого специальную расческу, которая шла в комплекте. А с этим феном они просто как будто бы, как будто бы у меня кератиновое выпрямление, либо как будто у меня просто от природы такая структура волос, но на самом деле это не так. Я надеюсь, вам понравился этот обзор, подписывайтесь на меня обязательно на ютубе, в телеграмме, в инстаграмме и так далее. Не забывайте ставить свои лайки, обязательно пишите комментарии, и до встречи в новых видео, всем пока!